здравствуйте дорогие зрители мы для вас сегодня приготовили довольно много новостей новости у нас такие достаточно оптимистические а в каком-то месте и забавные и так первая новость у нас совершенно замечательная ну расстроиться только те кто любит педро фернандеса и считают под пару фернандес до соуса очень хороший так вот педро по всей вероятности покидает новеллу астенфин дельмундо и почему ну вот никогда не догадаетесь не потому что он плохой актер не потому что пара их не очень-то удачно чисто внешне ну и по темпераменту как очень многие критики говорят а потому что его жена ревнива как сотня тысяч отелла она просто не переносила саму мысль что ее драгоценнейший муж целуется строкой с такой красоткой как марджори и устраивала ему бесконечные сцены видняга педро даже попросил продюсера никандро диуса исключить всякие нежности между героями но продюсер резонно ответил что новелл без поцелуев и горячих сцен не бывает а его предложение ограничиться дружескими рукопожатиями явно у зрителей восторга не вызовет более того когда даму смысле жену педро вежливо попросили на площадку не приходить по причине нервной обстановки которые там создается она стала посылать туда детей детишки следили за папашей и избивали ему настрой ну представьте себе только только приладится педритто поцеловать марджори как тут же высовываются мордашки детей говорит папа а что это ты там делаешь ну вот посему педро новеллу покинет а кто придет на его место сейчас обсуждается может быть вполне возможно кстати на первой роли выйдет диего оливейра а вот теперь возникает идиотский вопрос а куда куда-то даденут марджори значит она что на негодяйские роли сдвинется или ее вообще уберут из ее же собственной новеллы вообще здорово да вот связло так связло венесуэлки на нервная профессия это актер и продюсер тоже нервная профессия эльгуэра кастро пытается забыть неуспех новеллы малки рида и разочарование в личной жизни он уехал в майами к сестре вероники у которой там свой остров попасть туда можно только на частном пароме что послужит гарантии от непроникновения вездесущих журналистов и не менее вездесущих папарацци ну что отдохнет как следует забудет обо всем что с ним приключилось последние несколько месяцев как страшный сон надеемся что придет в себя и снимет еще какой-нибудь шедевр потому что продюсер он действительно очень хороший а вот виновники его кошмара анжелик бойер себастьян руль и недовольны тем что телевизор в своих программах запрещает им рассказывать о своей неземной любви запрещает и все они нам попытались было что-то такое рассказать но это все было из конечного варианта вырезано ну а лишь всегда пиарится вот и мы про тоже ну а сейчас новость от которой многих настроение улучшится немножко мы в своей прошлой программе говорили о том что ходят слухи о том что виктория руфу и ее муж шумар поед расстаются так вот не разводятся они ее сын хосе эдуарду опроверг слухи появившиеся в прессе и муж тоже дал интервью и сказал что когда они читали про их предполагаемый развод то просто хохотали ну слава богу что им так весело и что они расстанутся они никогда вот так вот ну что пронесло можно сказать хотя история нас учит что если в прессе появляются какие-то такие вот слухи непонятные то как правило ну в общем надеемся что это не про нашу парочку любимую женился в очень большом секрете иван санчес его супругу зовут элия галера а ей 41 год она на два года старше ивана и у нее с иваном двое детей восьми и четырех лет девочки пишут что санчес женился на эли чтобы загладить свои измены а может быть просто понял что она для него самая лучшая ну что их отношения претерпели три расставания они знакомы с 2005 года и вот 2011 году когда иван снимался в королеве юга он завел интрижку скейт дель кастильо это значит номер раз все закончилось как бы ничем а в 2012 году иван завел себе роман с испанкой анной бояр вот благополучно расстался но на этом не все все не кончилось потому что в 2014 году ходили слухи его нежных отношениях с марианой сиор ну в общем довольно любвеобильный товарищ оказался так вот по слухам элия очень ревниво и ивану сейчас придется очень туго в общем предлагаем составить кружок по интересам с педро фернандесом и делиться передовым опытом что делать с ревнивыми женами давид безбаль скорее всего женится на эухени суарес там любовь в самом разгаре давид пишет в соцсетях нежные тексты если не обниму тебя то умру вот и замечательные такие фотографии с букетом цветов эухени едет к нему в испанию она аргентинка вы знаете ее бывший муж актер николас кабре дал уже разрешение чтобы она вывезла из аргентины их маленькую дочку в прессе сначала писали что пара без бальсуарес хочет иметь детей побольше но жениться не планирует но теперь то он слегка изменился глядишь и женится совет да любовь а ну да кстати его бывшая подруга модель ракель хименес дала тут интервью и сказала что ой забыть она его не может и с легкой завистью она упоминает о том как безбаль пишет всякие нежности эухени в твиттере в инстаграме почему слегка завистью потому что поговаривать что причиной ее расставания с давидом было именно то что она очень много писала о своих чувствах как раз таки в социальных сетях знаете что два мира два шапира по-другому тут никак не скажешь вот ну два крестьяна отжигали тут весь месяц прям скажем сначала крестьян мейер отличился начнем мы с него ну во первых милет фигуэро перуанская модель с которой у криса был роман из которой он расстался очень странно как-то приехала в мексику крис от нее всячески открещивался типа два месяца интима не повод для знакомства она раздавала откровенно интервью об их отношениях очень массу деталей там всяких выдала чем вовсе его не порадовала но потом решила поехать к бывшему любимому поближе он просил ее это не делать но она все равно приехала дело в том что она сейчас сидит без работы и поэтому видимо надеялась что крестьян поможет ей как-то трудоустроиться ну не зря она так думала он тут сам на птичьих правах ламал кирида рейтинги показала не ахти какие поэтому у крестьяна перспективы в общем-то не ахти какие более того он еще и на язык оказался не сдержан что ему не добавляет плюсов в глазах мексиканской общественности короче говоря в одной из программ в майами он сказал пару ласковых слов про мексиканских голландов и мы в общем с ним как бы и согласны ну может так форма грубовато хотя человек с такой карьерой с таким послужным списком можете позволить все что угодно так вот его спросили как он относится к тому что его признали одним из самых красивых актеров телевиза крис искрометно ответил что внесли его в список чтобы соревноваться с такими уродами как хорхес алинец и даниэль аренус ну как вы думаете работа у криса будет после этого на телевизии но и мы точно так же думаем другой крис дель фуэнте тоже за словом в карман в карман не лез и правильно делал потому что на такие вещи нужно отвечать в чем там дело актриса адриана лувьер обвинила его в том что у него пардон плохой запах изо рта и сделала она это не просто так не приватно да как-то а в радиопрограмме в одной спрашивается зачем она это сделала из любви к справедливости или желанию контрапутить проклятого иностранца в общем тут непонятно но ведущий радиопрограммы тут же позвонил крестьяну и сказал его как он к этому относится ну вот как вы думаете что можно ответить на такие вещи вот как вы к такому относитесь он ответил он сказал что сочувствует да не растерялся сказал сочувствует и надо было говорить дублера брать как это сделала карими лосану вот и все а что вот еще отвечать на такие вещи и последняя новость на сегодня сандра чавария вышла замуж теперь она синьора дэ лосанны свадьба была скромная только для родных и близких друзей и теперь молодые отправились в медовый месяц поздравляем желаем многих лет счастливой жизни на сегодня все подписывайтесь на наш канал до свидания